Уже несколько лет подряд в городе каждое лето ремонтируют подъезды к образовательным учреждениям. Нередко получается так, что дорога в школу захватывает и соседние дворовые территории. Глава города Алексей Веллер посетил один из таких объектов на улице Халатина. Основная цель этого ремонта – подъезд к 45-й школе. Сейчас дорога здесь пока только отсыпана гравием. Но у главы города, который лично приехал проинспектировать объект, уже есть весомые замечания к рабочим. То есть ты хочешь сказать, что она сначала пересечет всю дорогу, а потом уйдет налево мимо школы? Вот других вариантов, да. Ну ладно, локочек поположил, перекладил, вот такие варианты. Не будь дождя на улице, заметить, что поток воды течет не в канализацию, а прямо к зданию школы было бы невозможно. Так что даже плохая погода иногда может идти ремонтным работам на пользу. Если небо прояснится уже в ближайшие дни, здесь положат первый слой асфальта. Постараемся сегодня, повторюсь, уже положить нижний слой, для того, чтобы потом вывести все уровни, для того, чтобы потом в течение недели максимум постелить щебеночный мастичный асфальт сверху, чтобы дорога стояла долго. Покрытие на этом участке обновят не только у школы. Закатают дорогу через весь соседний двор до улицы Александрово. А это почти километр нового асфальта. Причем ремонт полотна будет не ямочным, а капитальным. Вот только средств на все пока не хватает. Установить на всем протяжении проезда бордюрный камень и обустроить тротуары для пешеходов пока невозможно. По большому счету, здесь нужно по-серьезному прокладывать ливневую канализацию. Но выкручиваемся. Потому что если начать работу по укладке грамотной ливневой канализации, это, конечно, будет стоить уже десятки миллионов. Здорого. Сложный рельеф – одна из особенностей большинства дорог в Мурманске. Не исключение и межквартальный проезд на Халатино. Когда город застраивался, о грамотной прогладке сетей в этом районе, кажется, и не задумывались. И теперь администрации очень часто приходится ломать голову над тем, как без лишних затрат решить ту или иную техническую проблему.